Расскажу буквально пару слов о том, как началась стажировка, с чем пришлось столкнуться, с чем пришлось познакомиться и собственно как сложилась дальнейшая моя судьба и как я в общем-то трудоустроился и работаю по сей день в правительстве Москвы. Для начала хочется сказать то, что в принципе было очень много разных мнений о том, что из себя представляет стажировка в правительстве Москвы. То есть все обменивались мнениями, мыслями по этому поводу, кто-то не прошел, кто-то прошел, но допустим не сложилась дальнейшая его судьба. Поэтому мне было лично интересно вообще, что из себя представляет правительство Москвы и непосредственно стажировка. В рамках факультета у нас проводилась ярмарка вакансий, я думаю у вас тоже она очень часто бывает. И в одной из аудиторий сидели представители как раз университета управления Москвы. Забежал к ним и спрашиваю, а что вообще здесь происходит. Мне говорят, ну в общем так, стажировка, у тебя есть три дня на то, чтобы подать заявку. Я говорю, так, а просто подать или что? Не, надо еще ОСН написать. Я такой, ну ладно, попробуем. Написал эссе, прошел тем самым первый этап. Этапов было пять, они были на самом деле очень интересные и одновременно сложные. Там были и деловые игры, и общение с экспертами. И по окончании у меня звонят, счастливый звонок, вы прошли на стажировку в правительство Москвы. Так как я выбрал направление социальный город, и вообще в принципе, скажем, до того, как поступить на стажировку, я тесно взаимодействовал с комитетом общественных связей, потому что я был волонтером на чемпионате мира по футболу. А МОС волонтер – это ГБУ, ну то есть это подведомственное учреждение комитета. И меня определили, собственно, в комитет общественных связей. Для начала, вот первый день, когда я пришел, было очень страшно, непонятно, с чем придется столкнуться. И, значит, определили меня в кабинет, в котором, значит, коллега мне подходит, дает, ну вот, такую вот стопку бумаг, говорит, изучай. Я говорю, собственно, что это такое? Это то, чем я занимаюсь непосредственно. И, в принципе, направление деятельности комитета, то есть для ознакомления тебе это очень понадобится. Я сидел, штудировал весь, ну, как, я не знаю, сколько там, полдня, наверное, штудировал эти документы. Какое-то представление уже сложилось. Я ему с уверенностью говорю, что я уже знаю, чем занимается комитет. Он говорит, отлично, вот тебе еще одна стопка и поизучай теперь вот эту стопочку бумаг. На самом деле было очень интересно, потому что сложилось уже какое-то мнение о комитете вообще, какие есть направления деятельности. И, собственно, потом уже начал чуть больше этим всем интересоваться. Для начала, собственно, мы все изучали документы, учились их правильно писать. То есть это инициативные какие-то письма, это ответы на обращения граждан. Их всегда очень много. Учились работать в системе электронного документа оборота. Я думаю, из вас есть люди, которые слышали об этом. То есть это оптимизация идет, чтобы меньше было бумаги и больше все это переносилось на такой электронный формат. Очень такая замысловатая система. Но благодаря нашим кураторам, которые нам присылали всяческие курсы, мы это быстренько все изучили. И, собственно, про курсы. Для начала мы думали, что будет вот такая вот рутинная работа каждый день. Ну, я выбрал 40 часов работы, то есть это полноценный день, 8 часов в день. Я думал, что это будет рутинная работа. И уже, я не знаю, боялся, что я в этом погрязну. И я не буду вообще видеть мира. И не выйду из рабочего процесса. Но нас периодически вытаскивали из этого. У нас были постоянные встречи с разными спикерами, также представителями разных департаментов, комитетов. И у нас было очень много разных электронных курсов, которые мы проходили для того, чтобы наши навыки повышались. Помимо этого, помню, нас собирали для того, чтобы мы генерили какие-то новые проекты, которые могут понадобиться правительству Москвы в будущем. И какие-то проекты реально потом получили одобрение. И дальше, в общем-то, это направлялось все в департаменты. И этим, собственно, потом и занимались. Это, к слову, о том, что реально молодые специалисты, они нужны, потому что это новые какие-то мысли мы все с вами привносим. И они находят отклики и имеют дальнейшее продолжение. Собственно, у меня такой, наверное, редкий случай сложился за время стажировки, потому что у нас период стажировки был 9 месяцев. И предполагалось, что стажеры должны менять место пребывания каждые 3 месяца, то есть менять департаменты, комитеты. У меня сложилась такая любовь с комитетом. Все 9 месяцев я, собственно, отработал в комитете. Но, что самое главное, функционал был разный. То есть это, как я говорил, и работа с документами, такая официальная часть, так и работа на мероприятиях. То есть помощь в организации, проведении. У нас очень много мероприятий, в которых мы участвуем. Например, День студента, День молодежи, День защитника Отечества, Гражданский форум, в Бессмертном полку также мы участвуем с нашими волонтерами, Мир труд, 1 мая. Ну, то есть у нас очень-очень много мероприятий, в которых мы задействованы. И работа была такая разносторонняя. То есть очень такой широкий был функционал за время стажировки. Собственно, после стажировки написал мотивационное письмо, приложил резюме и написал то вообще, в принципе, чем я занимался за эти 9 месяцев в комитете. И меня благополучно трудоустроили. Собственно, и по сей день я тружусь в комитете общественных связей и молодежной политики. Функционал также очень обширный. То есть это такая же работа с документами. И их всегда очень много. Но уже когда начинаешь писать их много-много, все это уже в таком быстром формате все происходит. И сейчас, даже когда я прихожу с каким-то документом к начальнику, он практически не вносит никаких правок. И для меня это такой прогресс, потому что раньше это было все вот так вот. Красная ручка, все не то, давай заново. И переделывал постоянно документы. Сейчас правок очень мало. И, собственно, также мероприятий. Ну, их сейчас, в принципе, очень мало. И то есть это… Если они есть, то они в таком формате, чтобы это было допустимым. Ну и основная моя работа. Сейчас будет очень сложно. Очень много слов. Приготовьтесь. Значит, я занимаюсь организацией Московской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений между правительством Москвы, Московской федерацией профсоюзов и Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей и работодателей. Сложно же было, да? Собственно, в двух словах, чем занимается комиссия. Ну, мы занимаемся экономическими вопросами, социальными вопросами, регулируем рынок труда, уровень доходов и жизни населения, повышаем инвестиционную привлекательность города Москвы. То есть такой очень обширный спектр вопросов, которым занимается комиссия. И я непосредственно ее организовываю. То есть приглашаются представители трех сторон. У нас постоянно проводятся рабочие группы, после чего выносятся какие-то решения. И уже в рамках комиссии эти решения уже выносятся, так сказать, публично. Да, это публикуется все на официальном сайте мэра Москвы. Например, у нас состоялась комиссия за первый квартал этого года. Обсуждались такие вопросы, как, например, уровень безработицы, уровень числа безработных граждан очень сильно повысился в период с 2020 года. И в рамках комиссии обсуждались какие-то новые инструменты для повышения эффективности трудоустройства граждан. И численность безработных очень сильно уменьшилась в период с 2020 по 2021 год. То есть там в три раза численность уменьшилась. Помимо этого, у комиссии есть соглашение. И ежеквартально стороны присылают, какая работа производилась в рамках их департамента. Вот по всем пунктам соглашения я это все собираю. И получается очень такой большой отчет годовой. То есть что было сделано, что не сделано, что выполняется до сих пор. И в принципе практически все департаменты присылают данные. И я, скажем так, на их своде. То есть это все свожу. Помимо этого мы проводим конкурс «Московские мастера». То есть это люди из разных сфер. То есть это могут быть сотрудники метрополитена, машинисты, поездов, водители автобусов, токари, слесари. Не знаю. То есть это люди разных профессий. И они участвуют в этом конкурсе. И по итогу мы проводим такое большое награждение победителей. И показываем, что люди, которые работают на таких вот специальностях, в таких местах, тоже очень важны. И мы их всех тоже, конечно же, очень ценим. Вот. Ну и, наверное, в заключении не буду очень много говорить. Может быть, будут какие-то вопросы. Хотел бы сказать, что из личного опыта нет ничего невозможного. И если вы действительно хотите попасть в правительство Москвы, это реально. И та стажировка, которая предлагается, она действительно уникальна. Потому что многие из ребят, с которыми мы проходили стажировку, мы до сих пор общаемся. Они все развиваются в разных департаментах, работают. И также на уже хороших должностях. И это действительно очень круто, потому что после университета есть такие некие сомнения вообще, в принципе, куда податься, чем заниматься, где себя найти. Но когда ты приходишь в какую-то организацию, в какое-то место, ты понимаешь, твое это или нет. И у меня вот благо так сложилось, что я понимаю, что здесь я хочу развивать, здесь есть возможность развиваться и идти вперед, дальше. И всем вам желаю, чтобы вы действительно себя нашли. Если это правительство Москвы, то всех просим к нам, добро пожаловать. И будем помогать. И, кстати говоря, очень здорово, что сотрудники, которые бывшие стажеры, всегда оказывают большую помощь новым стажерам, которые приходят. И мы всегда всем рассказываем, как все устроено, вообще про деятельность наших департаментов и комитетов. Вот. Ну, собственно, все, наверное, все, что я хотел вам сказать. Спасибо большое, Давид. Спасибо большое, Давид. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok